Ежегодно врачи регистрируют 150 тысяч новых случаев онкозаболеваний среди украинцев. Один из наиболее трудно поддающихся лечению рак щитовидной железы. Наиболее сложная ситуация в Киевской области. 10 больных на 100 тысяч человек. Шанс на выживание пациентам дает радионуклидная терапия. Один из ведущих центров находится в Институте эндокринологии в Киеве. Его опекой занимается и благотворительный фонд возрождения. В преддверии праздников там установили новые телевизоры в палатах. Больше в нашем материале. Вот такая палата. Пациент здесь находится в госпитализации раз в неделю. Кровать, тумбочка, кнопка связи с врачом и двери с плотного листа свинца. Каждый месяц в такие палаты заезжают пациенты, проходящие радионуклидную терапию. Люди принимают радиоактивный йод. Он помогает выявить распространение опухоли в щитовидке и бороться с ней. После этого пациенты сами становятся источником радиации. Пока фон не спадет, выходить нельзя. И никаких посетителей. Пять-шесть дней находится в такой комнате. Здесь питание ему приносят, буфет здесь, душевая, туалет. Ну все, все условия пребывания. С собой нельзя брать ни компьютеры, ни планшеты. Лишь небольшой телефон в специальном чехле. Главное развлечение – телевизор. Телевизору уже 10 лет. Теперь все 10 палат отделения оборудовали новыми современными телевизорами благодаря помощи фонда возрождения. Ирина приехала в центр на диагностику из Николаева. Теперь сможет смотреть любимые программы в хорошем качестве. Телевизор – это шикарно просто, честно. То, что книжки взяты, там, это одно, а вот телевизор – без телевизора никак. Так зациклиться одному человеку в палате на своих мыслях – отвлекаешься. Душевный комфорт – одно из главных условий успешного лечения, говорит врач. Важно, потому что пациенты проходят лечение в палатах, где находятся одни, несколько дней. Им грустно, чтобы их как-то развеселить. Поэтому это приятно, если есть телевизор, который они могут посмотреть и как-то отвлечься. Мы вам очень благодарны за то, что вы нам помогли. Благодарны мы, наши пациенты. Спасибо. И если у вас будет такая возможность помогать нам в дальнейшем, пожалуйста, помогайте. Фонд уже установил более двух тысяч телевизоров в сотнях больничных отделений по всей стране, говорит глава Возрождения. Фонд помогает не только онкобольным, и другие больницы, разные больницы, разных направлений. Мы помогаем лекарствами, оборудованием, медикаментами. И на сегодняшний день это много больниц, это больше 50 больниц, которым мы помогаем, которым мы оказываем всяческую помощь. В основном это помощь в чем-то, в чем они остро нуждаются. То ли это какое-то оборудование, то ли это какие-то медицинские препараты, которые прямо сейчас необходимы. То ли это какие-то лекарства, которые сейчас нужны, именно в этот момент. Одно из главных направлений работы фонда – детские онкологические отделения. Ежемесячно им помогают лекарствами, в том числе и на дорогостоящую химиотерапию. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.